Мы последние матчи на въезде не играли плохо, но два так проиграли по своем, по своих ошибках. И знали, что хозяи сейчас добавили, в последних матчах очень здорово играли в обороне. Куба им ловит, и сегодняшний матч показал. С этого мы вошли, первый период практически наш, много моментов еще там было, не забили. Второй период чуть-чуть уступили, и третий, чуть-чуть побоялись. Там хозяина начали присылать, начали все шайбы отдавать на задний борт, и неплохо с этого делали ошибки в средней зоне, позволили просто на нас пресс. Но в конце у нас уже было такое чуть-чуть счастье в концовке, что хозяина забили, но последний матч победили, я рад. Ну, проиграли полностью первый период. Яков Шипан просто оставил нас в игре, счет мог быть и больше после первого периода. Ну, значит, состоялся разговорчик такой не очень приятный, для всех нас в раздевалочке, потому что немножко не готовы оказались на первый период. Второй и третий период вроде бы попытались переломить игру, где-то получилось, но уже, как говорят, хоккейный бог видит отношение к игре, и нам уже просто в некоторых моментах даже и не повезут. Ну, так и должно быть, когда ты выходишь сконцентрированно на начало игры, поэтому такой результат. Конечно, очень хотелось окончить концовочку с положительным результатом, но давайте не забывать, что у нас очень серьезный соперник был. То, что так год у них сложился у авангарда, это тоже такой неприятный год для этого клуба, и они тоже старались. Тоже ребята очень мастеровиты, и хорошая команда, и хорошая мотивирована была в сегодняшнюю игру, хотя уже оба команды были за чертой плывов. Но, тем не менее, все, что у нас было на эту концовку, те силы, которые мы потратили в предыдущих турах, все-таки нам не хватило вот этой, может быть, даже переломить себя. Потому что в таких ситуациях, когда игрок, скажем так, находится под нагрузкой, уже на протяжении многих игр идет вот эта нагрузка, нужно уметь игроку-профессионалу переламывать себя, заставлять себя все-таки вытаскивать из себя что-то большее, что-то большее. Мы это достали, но было поздновато. Мы достали, но было поздновато. Ну, а так, в целом, конечно, поздравляю с победой «Авангард», и хорошая игра получилась для зрителей. Обе команды сражались, пытались. Ну, счастье, сегодня было на стороне «Авангарда». Игорь Семенович, игра не имела никакого турнирового значения. Не было ли желания поэкспериментировать с составом, дать поиграть тем, кто давно не выходил на лед? А кто у нас давно не выходил на лед? Итальянский Серкин. Серкин, Григорий, пополнил. Ну, вот сейчас будет очередное соревнование, значит, и выйдут, и ребята обязательно будут играть. Олег? На чертный кубок надежды будем настраивать. Так же, как и на каждую игру регулярного чемпионата, для нас это соревнование, команда молодая. Для многих есть что доказывать, есть в чем убеждать. Нам есть на что смотреть. Нам нужно и реабилитироваться немножко перед своими болельщиками. Поэтому будем стараться выкладываться. Конечно, очень для игроков, которые провели весь сезон, конечно, мотивация слабая. Тяжело их, конечно, тут вытащить на такую, скажем, отдачу. Но, тем не менее, это наша работа. Будем выкладываться во всех игрушках. Олег, пожалуйста. У меня тот же самый вопрос по Нуржиге по поводу того, как он готовится к надежды и будет ли эксперимент в составе. Мы этого не решили, пока мы приезжаем домой, встречаемся с руководством. Там будем решить, каким образом мы пойдем, если образом просто, там, две варианты. Доиграем с этой командой и доиграем с командой молодежки. Будем проверять молодежку, если она успевает. Поэтому надо поговорить и сделать какой-то результат. Но я думаю, что за то, что молодежка идет в плей-офф, она пытается на самые высокие места. Я думаю, что эта команда доиграет целый сезон. Это мое мнение. Результаты проверки игроков – это неотъемлемая часть. Если игрок хочет расти, значит, естественно, должен быть результат. Поэтому однозначно результат будет не последнее место иметь на этом этапе.